Музыка Перед вами Chevrolet Orlando. До его появления тем, кому нужен был 7-местный минивэн, покупали машину на вторичном рынке. Теперь есть он. Стоит он от 700 до 900 тысяч рублей. Замечательный автомобиль. Обратите внимание, он немножко похож на кроссовер, но это ошибочная машина на моноприводе и дорожный просвет у нее не очень большой. Зато есть много других фишек, в которых попробуем разобраться. Пойдемте. Он огромный. Очень просторный салон. Неплохая панель приборов. Твердый пластик, но приятный на ощупь, такой чуть-чуть прорезиненный. Во многом напоминает кросс, что неудивительно, потому что машина одноплатформенники. Давайте посмотрим, что у нас с регулировками. Да, у руля есть и вылет, и вверх-вниз. Сидения. Все регулировки механические. Есть, кстати говоря, подлокотник. Говорят, что он не очень удобный, но проверим это на ходу. Обратите внимание на огромный дисплей. Он отвечает за мультимедийную систему. Удобно читается, все высоко расположен. Когда едешь, явно не должен отвлекать, по крайней мере, от дороги. Маршрутный компьютер в панели приборов. Щиток, кстати говоря, так себе. Очень мелкие символы плохо читаются. И они, собственно, с такой изумрудной подсветкой. Не знаю, посмотрим. Может быть, это и неплохо. Управление маршрутным компьютером происходит с помощью вот этой клавиши, которая на одном из подрулевых выключателей. Трудно сказать, удобно или неудобно. Это, скорее, дело привычки. Обратите внимание, что это типичная посадка для минивэна. Вот эта огромная, не спадающая такая центральная консоль. Все удобно. Давайте заглянем в бардачок. Большой, большой. Раз минивэн, значит, должно быть много места. Там под водичкой, под всякую мелочевку. Есть вот такой вот маленький ящич. Под всякие там штучки-дрючки. А главное, вот тут вот есть замечательная штука. Называется зеркало панорамное. Если вы везете детей, то вы их будете видеть, и все их шалости будут под вашим контролем. Ну, а теперь посмотрим, что сзади. Ну, традиционно сам за собой я сажусь с большим трудом. Коленки упираются, и меня это уже удивляет. Регулировки подушки нету, зато есть регулировка спинки. Ее можно наклонить. Здесь нету центрального туннеля, то есть три человека здесь запросто помещаются. Сидеть им будет вполне удобно. А если нет третьего человека, мы открываем подлокотник, садимся с комфортом. Чашка кофе на дорогу. Места над головой достаточно. Ну, и, в общем-то, вполне сидеть себе удобно. Но поскольку у нас автомобиль семиместный, пойдемте посмотрим, что там. Вот так вот. Передо мной, собственно, коврик багажного отделения. Чтобы добраться до третьего ряда сидений, мне потребуется открыть багажник, выкинуть все из него, и уже после этого понять, каково маленьким пассажирам. Пойдемте. Вот они, полторы тысячи литров объема багажника. Ну, холодильник розен лев стопудово сюда влезет. И обычно мы раскладываем. А сегодня мы будем складывать, чтобы вы поняли, как устроена его комбинация. Вот они сидения третьего ряда. На самом деле, открывать их проще из багажника, это и удобнее, и легче. Подголовники приходится ставить вручную, а не фиксируются. А дальше мы начинаем собирать салон. Ну, не могу сказать, что это удобно. Только в качестве эксперимента. Есть. Ну, чтобы вам было со мной удобнее общаться, я откину все-таки это сидение. Место и не много, и не мало. Место ровно столько, что двое взрослых вполне могут сидеть. Только сидеть они будут не в самых комфортных условиях, потому что подушка совсем лежит на полу, и считайте, что вы тоже сидите на полу. Немножко давит потолок, но терпимо. Скажем, на какие-то небольшие расстояния так ехать вполне можно. Если расстояние большое, ну, наверное, только дети. Как, впрочем, и в большинстве автомобилей. Ну что, дело за малым. Пойдем смотреть багажник. Куда девать багаж? В принципе, конечно, есть рейлинги на крыше, можно поставить дополнительный багажник. Одно из решений вопросов, потому что, как вы понимаете, здесь багажник, ну, просто его нет. И еще одна проблема, на которую стоит обратить внимание. Запаски здесь нет. Не ищите ее тут. Она там. И могу сказать, что в грязную погоду, в какую-нибудь дождливую, менять ее, это просто каторга. Вот, поэтому это не самое лучшее решение. Ну что ж, осталось испытать этот автомобиль на дороге. Прокатимся. Машина для людей, ведущих такой размеренный, спокойный образ жизни и не эмоциональный, потому что никаких эмоций от рулежки она вам не подарит. Это большой лайнер, который везет вас, семью, гостей, неважно кого. Но он рассчитан на комфорт и на перевозку людей. Мягкая-мягкая подвеска, комфортная, руль пустой, но моя реакция, он откликается с большой задержкой. Очень большой радиус разворота. Чтобы выехать на этом автомобиле, там, в каком-нибудь дворе, где очень плотная застройка, нужно сделать не один маневр. Коробка работает, на мой взгляд, вполне. Тоже рассчитана на плавную езду. Наверняка понравится людям, которые не любят рывки и резкие переключения. Есть ручной режим переключения передач. Традиционно для Chevrolet вниз на понижение, вверх на повышение. Обзорность, как и положено любому минивэму, если так хотите, очень хорошая. Видно просто все. Просто-просто все. Причем, я думаю, что многие, я сейчас сел очень низко, а многие, наоборот, захотят сесть чуть повыше, такую командирскую посадку, тогда обзор будет просто фантастический. А вот зеркала не такие уж и большие. Потому что я привык, что у минивэнов там ого-го зеркала. Здесь они не огромные, но вполне себе приличные. Мотор. Мотор 1.8. Трудно сказать, насколько его хватает. Сейчас мы едем в автомобиле втроем. Никакого дискомфорта я не испытываю. Но что будет, если в нем будет 7 человек с двигателем 1.8? Думаю, ему будет тяжеловато. А еще представим, что вы едете в отпуск. Что у вас включен кондиционер. Что у вас затяжной подъем. Я думаю, что машина ехать вообще не будет. По расходу. 14.1. Вполне себе, я думаю, что это честный показатель. Ну, в общем, к 15 можно быть готовым. Акустическая система здесь стоит такая же, как и в Chevrolet Cruze и других моделях Chevrolet. Давайте послушаем, почему мы нет. А вот, кстати, сейчас я спрошу у своего коллеги, который сидит на заднем сидении. Тебе как музыку слышно или ты слышу ее реально только я? Слышно, но с гулом. Такой, как будто экс. Мы еще зададим ему один вопрос, каково ему, собственно, ехать на втором ряду сидений. В принципе, прикольно. Да, много места, но себе бы я не взял. Если брать такой автомобиль, то это какой-нибудь, я не знаю, переделанный, ну, совсем минивэн. Знаешь, сейчас настолько стерли все эти понятия, что назвать, что такое минивэн, что такое кроссовер и что такое микроавтобус, да, очень трудно. А эта машина, это, честно говоря, на мой взгляд, великолепный семейный автомобиль. Моим бы нуждам он, кстати говоря, вполне бы соответствовал. Ну что ж, вывод тут простой. Если у вас большая семья, это действительно автомобиль для вас. Конечно, третий ряд сидений не предназначен для мужчин, скажем, моей комплекции, но дети помесятся вполне. Хороший мотор, неплохая работа в коробке. Ждем дизельный двигатель. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok